Большинство современных женщин относятся к мужчине как к обезличенному существу. Мужчина, жених, муж – это не конкретный индивидуум со своим характером, принципами, надеждами, убеждениями, потребностями, мыслями. Он – нечто обезличенное, с определенным набором характеристик и качеств. Как стиральная машина оценивается по количеству оборотов вала, режима отжима, потреблению воды, весу загрузки и геометрическим размерам, так и мужчина воспринимается через определенный перечень характеристик. Толщину кошелька, рост, наличие своей квартиры, автомобиль, мужчина, муж, приобретение современной женщины, от которого должен быть профит, суть доминирующего восприятия современной женщины и мужчин и отношений с ними выглядит примерно так. С голоду я не умираю, у меня есть что носить, есть где жить, всегда помогут родители. Если я заведу мужчину, то он просто обязан улучшить мое материальное положение, дать мне дополнительные бонусы в жизни, уровне комфорта, удовольствия. Мужчина – это советство улучшить мою жизнь. Как развести мужиков на любые деньги? У этого мужика должны быть деньги. Пойметь с кого-то можно только то, что у него есть. Озвучивайте свои желания прямо. Прямо ему говорите «Вот, дорогой, у меня закончились мои любимые духи, я так расстроена, хочу новые». Если ты живешь женщиной, 50 на 50, значит, сможет смело утверждать, что твоя баба дура. Потому что умная женщина дано бы сделала, чтобы было как 100 на 0. Потому что девочка – это красивое, умное, классное создание. А ты просто мужик. Как понять, что мужчина достоин? Очень простой метод, работает на все 100. Девочки запоминают, всего лишь одна смс, которую надо отправить мужчине. Итак, отправляем всем своим ухажерам. Миша, дорогой, привет. Представляешь, пришла купить себе платье, не хватает 1000 рублей. Можешь мне с кем-то, пожалуйста? А дальше смотрим, если начинают отмазываться, нету еще что-то, нахер с пляжа. Сразу удаляем его номер и больше не общаемся. А кем ты работаешь? Ты чё? У меня че-то муж есть. Он работает. Интересно, за что можно любить мужика, у которого нет денег? Ну, то есть, у него нету квартиры, у него нету машины. Вот за что его любить? Я не знаю, мне кажется, не за что. Парни, сколько нужно еще ждать, чтобы вы наконец поняли, что без денег вы никому не нужны, кроме родителей?